В 90-е телевизор был главным развлечением бедных и раздражённых граждан. В ящике показывали кровавую правду жизни, обсуждали ранее запретные темы. Было много концертов и низкопробного юмора. И на смену застёгнутым на все пуговицы советским ведущим пришли новые телезвёзды. Добрый вечер, уважаемые турники! Добрый вечер, телезрители! Но пережить 90-е без потерь удалось немногим. Безумный успех стоил слишком дорого. На советском телевидении не принято было расспрашивать известных людей о личной жизни. А в 90-е разговоры с российскими звёздами становятся главным продуктом на всех каналах. И, конечно, все ведущие хотят увидеть в своей студии Аллу Пугачёву. Добрый вечер, у нас в студии «Маленький цунами». Сегодня час пик для Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Здравствуйте! Всем были страшно интересны Романы Пугачёвой. А потом скоропалительный брак с Филиппом Киркоровым. Говорят, что у вас была достаточно пёстрая личная жизнь. Ну, Мишель, это так интересно. Вот как всех интересует моя личная жизнь. Урма-Сот самые жёлтые и провокационные вопросы умел задавать с таким интеллигентным и добродушным видом, что звёзды совсем не обижались. И пускались в откровения, которых раньше себе не позволяли. Раньше как-то вокруг-то около спросили так культурно, а он мог прямо, вот, сколько жён у вас был или сколько у вас любовниц были. Добрый вечер, меня зовут Урма-Сот. А Иосиф Кобзон очень точно подметил, что стиль этих интервью можно обозначить, как звезда с звездою говорит. Урма-Сот держался со своими собеседниками на равных. Наверное, тоже об этом знаете. Я думаю, что все слухи доходят и до вас, что у Кобзона есть прямая связь с мафиозами города Москвы. Откуда эти слухи? Я не знаю. Вы знаете, я много раз выступал на протяжении всей своей, так сказать, работы, потому что это такие высокопарные слова творческой деятельности, карьеры. Я их не люблю. Вот. И приходилось выступать и в исправительных колониях. Неоднократно. Да-да-да. Урма-Сот взял интервью у Ильи Глазунова и Людмилы Гурченко, Никиты Михалкова и Иннокентия Смоктуновского, Раймонда Паулса и даже у Михаила Горбачёва. Вы наверняка знаете, что многие люди думают, что вот Никита Сергеевич Михалков, он такой плейбой советский, такого международного класса. Но в 93-м программа «Телевизионное знакомство» была закрыта, и Урмас-От решил вернуться в Эстонию. И он стал брать интервью у местных политиков и бизнесменов, точно так же загоняя их в угол коварными вопросами. Единственное, о чём он забыл, это создать семью и вообще общаться с женщинами. В его жизни не было ничего, кроме любимой журналистики. И он работал по 16 часов в день, без выходных и полноценного отпуска. Он очень много работал по ночам, а это для здоровья очень вредно. Он себя не берёт. В 98-м из-за конфликтов с начальством Отто отстранили от эфира, и у него случился инфаркт. Но он говорил, что это ерунда, которая больше не повторится. Отт всё время хотел двигаться вперёд по жизни, в том смысле, что он не переносил простоев и не собирался долго лежать в больнице. Но через год он попал в больницу вновь. Неизвестные напали на него на улице и девять раз пырнули ножом. Преступников не нашли. Телеведущий чудом выжил. Он тогда отказался от уголовного расследования. А почему загадка, которая так и осталась, неразгаданной? Кто были эти люди, за что мстили Урмосу, никто не знает. Оправившись он в отчаянии, едет в Россию и возрождает свою программу. Съёмки проходят в роскошном ресторане «Прага». Я так понимаю, что вы опять много лет спустя нашли друг друга, да? Я думаю, что мы не терялись на минуту. Серьёзно, да? Это ты потерялся куда-то. Да, да, да. Но Урмос отговорил. Не люблю, когда на телевидении показывают, как кто-то ест. Мои гости охотнее открывают рты для еды, а не для откровений. Проект закрыли в 99-м без объяснения причин. Он снова вернулся в Эстонию. И в середине нулевых организм телеведущего не выдержал стресса, и журналист заболел раком крови. Страшную новость он принял с прибалтийским спокойствием. Лёг в больницу и тщательно скрывал от всех, что воюет со смертью. Он был гордым человеком, и если так думать, он хотел оставаться всё-таки в памяти людей таким красивым, как он всегда был. Звезда телевидения 90-х Урмос Отт ушёл из жизни в 53 года. Советские дикторы и телеведущие казались гражданам почти инопланетными существами. Они были красивы, подтянуты, говорили необыкновенными голосами. Стояли рядом с мавзолеем на демонстрациях. Считай почти, что среди членов Политбюро. Красная площадь. Мы рады отсюда приветствовать вас, дорогие друзья. Это были боги. Такие не живут в соседних квартирах. А в 90-е в ящике появились такие персонажи, как Лидия Иванова. И зрители поражались. Ну как такую тётку сделали телеведущей? Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вторник в эфире программы «Тема». С вами ваша ведущая Лидия Иванова. Известное ток-шоу «Тема» она вела всего лишь год. Но забыть её потом не могли очень долго. Чего только стоили её наряды. Идти с Лидой по улице – это было что-то. Значит, её была шляпа, её было какое-то кимоно, буа, 18 шарфов. Вот такая сумма, чёрте что. Лидия Иванова была мастером спорта СССР по академической гребле. Работала инженером на ЗИЛе. Но потом решила стать профессиональной пионервожатой и добилась в этой профессии огромного успеха. Она умела управлять людьми. Была весёлой, заводной. Вокруг неё всегда был праздник. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. Ужас был в том, что Лид была диабетиком. Она не соблюдала не то, что диету. Она вообще делала, что хотела и говорила, что лучше три года питаться живой кровью, чем носить 300 лет падали. Потому что, конечно, если бы она ела меньше жиреные картошки и пила меньше водки, она была бы с нами. После тем и Иванова колесила по всей стране с концертами. И во время одного из выступлений познакомилась с молодым человеком. Его звали Андрей. Он был младше Ивановой на 40 лет. Но это не помешало бурному роману. Когда я его увидела в первый раз и к встрече, вот, конечно, как у всех, у меня тоже возникло такое чувство, действительно ли это имеет место быть и правда ли это. Иванова считала, что раз Андрей отличный любовник, то станет и хорошим мужем. Она купила провинциальному парню красивую одежду, научила, как вести себя в приличном обществе. Но в конце 90-х он сбежал от нее, трусливо оставив прощальную записку. И она просто была никакая. Просто она какое-то время, я не могу сейчас сказать, может быть год, может быть полгода, плакала, переживала, чувствовала себя никому не нужной. В нулевые она пыталась поддерживать образ эксцентричной дамы без комплексов. Я принадлежу своим книгам, своим зрителям. Очень скучала по былой работе и славе, страдала от одиночества. И это еще одна звезда 90-х, которая ушла из жизни неожиданно для всех и слишком рано. В середине 90-х на главных каналах страны произошла тотальная замена репертуара. И было сокращено большинство говорящих голов, как стали неуважительно называть советских дикторов. Перед нами была распахнута вот эта раздвижная дверь стеклянная, выходящая на улицу Академика Королева перед всеми. И нам было сказано, вот, пожалуйста, мы больше в ваших услугах не нуждаемся. А дальше вы идете на улицу Академика Королева и расходитесь в любую сторону. Потеряла работу в 90-е и знаменитый диктор Анна Шилова, отдавшая телевидению 40 лет своей жизни. Кстати, это довольно занятная история. И началась она не совсем обычно. Я вам сейчас о ней расскажу. Она была очень красивой, высокий рост, голубые огромные глаза, очень нежный лирический голос. И надо сказать, из всех тогда работающих дикторов, женщин, зрители обожали Шилову. Советские люди называли Шилову Анечкой и искренне полагали, что она жена другого знаменитого диктора Игоря Кириллова, хотя супруг у нее был совсем другой. Они провели невероятное количество концертов, голубых огоньков и песен года. Сегодня в этом зале вместе с нами, любителями песни, композиторы и поэты, те, кому песни обязаны своим рождением. Перед началом съемки или концерта Шилова всегда страшно волновалась, дрожала и не могла говорить. Но стоит ей выйти на сцену, подойти к микрофону, и она преображалась. Она становилась достойной, спокойной и такой внимательной, доброй, милой партнершей, что я стал, начинал волноваться. В начале 90-х она сидела без работы и понимала, что уже никому не нужна. Поэтому новость о сокращении восприняла спокойно и с фирменным достоинством. Она по своему характеру очень гордый человек, очень независимый человек, понимаете? Она никогда не будет умолять, она никогда не будет просить. Но мало кто знал, что Анна Шилова была тяжело больным человеком, почти инвалидом. У нее со здоровьем были проблемы с молодых лет. С молодых лет. А потом это закончилось очень тяжелым заболеванием. Закат профессиональной жизни и просто жизни у нее был очень тяжелый. У Шиловой был сын Алексей. Но в 90-е молодой человек себя потерял, бездельничал, стал выпивать и просто сел на шею своей безработной матери. На телевидении он тоже работал диктором. Но вот так сложилось, что, ну, не пошло у него. Не нашел он себя. Журналисты потом писали, что сын был с матерью груб и даже бил ее, когда перебирал спиртного. Но друзья знаменитого диктора в это верить не хотят. Все очень преувеличено. Семья была нормальная. А Леша, ее сын, был замечательный человечек, хороший человечек. Но не сложилась его судьба чисто творческая. Алексей был женат, у него был сын. И Шилова очень много занималась внуком. И переживала, что не может купить ему подарков. Денег катастрофически не хватало. У кого была завиданная жизнь в это время? Да ни у кого. Очень многие люди в это время потерялись, потому что так случилось, так в стране было, что никому не стали нужны умные, порядочные, достойные люди. В конце 90-х Анна Шилова заболела раком и еле сводила концы с концами. У нее была маленькая тесная квартирка, не хватало денег на врачей и лекарства. Ее не стало в 2001-м. На похороны заслуженного диктора пришли только друзья и коллеги. Никого из родственников не было. После похорон Анны Николаевны Шиловой я зареклась, я на похороны не хожу. Потому что я хочу, чтобы мои коллеги остались в моей памяти только вот такими. Этого человека зовут Дмитрий Виноградов. Он сын еще одной легенды советского телевидения. И он тоже не приехал на похороны мамы. Я как человек языческого мира ощущения считаю, что человека надо сжигать. И потому что, ну, мне это понятнее. Потому что вот эти глупые памятники, такое-то не имеет значения. Долгие годы сын знаменитой телеведущей Валентины Леонтьевой хранил молчание. И все его считают жестоким, бессовестным человеком, предавшим собственную мать. Но он говорит, что эту роль для него придумали родственники звездной мамы. Когда уже говорить было не о чем, они начали придумать какие-то нелепые истории. Ну, почему они это делали? Потому что им хочется дальше сниматься. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Валентина Леонтьева вела торжественные мероприятия на Красной площади. Голубые огоньки и спокойной ночи малыши. В гостях у сказки и будильник. Душесчипательную программу от всей души. Она была по-настоящему народная артистка. По-настоящему. И она была ас своего дела. Естественно, ее обожали. Сколько было письм, у нее мешки лежали. Москва, телевидение тете Вали. А то и без телевидения. Просто Москва тете Вали. Эту историю знает вся страна. Леонтьева очень много работала. А сыну внимания уделяло очень мало. Это правда. Голос матери он чаще слышал по телевизору. И слова любви она говорила миллионам других детишек. Я очень люблю вас, дорогие мальчики и девочки. И вы, наверное, это знаете. Но Дмитрий уверяет, что никогда не страдал. И претензий к маме не имеет. Это миф. Я был более чем обласкан. Я даже считаю, что я был чрезмерно сильно обласкан. Леонтьева стала мамой поздно. Ей было 40 лет. У нее был муж, дипломат Юрий Виноградов. Вроде полноценная семья. Но из-за съемок программы от всей души она не смогла приехать на похороны собственной матери. Ее все время не было дома. И муж ее жил параллельной жизнью. Даже в новогоднюю ночь он видел жену в телевизоре. Он говорит, мы ни одни праздники вместе не были. И в конечном итоге он в Петербург уехал. И, по-моему, там он женился на другой. А Леонтьева осталась одна с сыном-подростком, который в трудном возрасте стал хамить и был часто с мамой групп. Его страшно раздражала ее всенародная слава. Конечно, поздний ребенок. Я это по себе знаю. Это очень сложное дело. Тем более мальчик. В 90-е все программы с Валентиной Леонтьевой были закрыты. Но это на экране она была душевной и доброй. В жизни телеведущая была железной особой и пригрозила своему руководству. Она сказала, если вы меня скрозите, я вообще на этих троллейбцах проводах повешу, около Останкина. В 90-е знаменитая тетя Валя с боем отвоевала право быть ведущей хотя бы в гостях у сказки. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. Я очень рада, что мы снова вместе. Но дома ей было очень плохо. Взрослый сын совсем от нее отдалился. Они много ругались. Журналисты потом писали, что Дмитрий мог ударить беззащитную женщину. По поводу того, что бил, она никогда мне не жаловалась. Вот по поводу того, что закрывал, что она не имеет права выйти. И что это должно быть безумно тихо. Что его иногда раздражало малейшее что-то. Непонятно почему. Какие-то были взрывы, злости. Это было. В конце 90-х она уже не могла работать в кадре. Состарилась. Тяжело заболела. Ей заменили в ноге сустав. Стали случаться провалы в памяти. Леонтьеву с нехитрым скарбом перевезли к себе в Ульяновскую область родные сестры. Обеспечили уход и тепло настоящего дома. Но сын телеведущей был категорически против. Я ее практически провожала из Москвы. Я организовала эту машину, про которую он говорит все время пакости. Что родственники забрали весь ее мебель. Он ее не отпускал, потому что он лишался источника. Но несмотря на заботу близких, Виту Леонтьевой был несчастный. В юбилей она получила поздравления президента и много букетов. Но угощать гостей ей было нечем. Это хорошо, это замечательно. Но мне деньги тоже нужны. Мне есть нечего. Сын звонил ей очень редко. На похороны не приехал. Дмитрий ненавидел ее родню и считал, что они его обокрали. Похоронили Леонтьеву в Ульяновской области. Но он этим недоволен. Маточка просила, чтобы ее похоронили рядом с ее мамой на Ваганском кладбище, где у нее было место. Я, возможно, сейчас займусь вопросом перезахоронения. Не хотелось бы это делать, но не хотелось бы, чтобы эти мрази на этом еще наживали какие-то деньги. Что можно заработать на могиле телеведущей, выяснить в процессе интервью не удалось. В 90-е перемены на телевидении происходили настолько быстро, что зрители постоянно обсуждали. А кто эта девушка? А куда пропали знакомые лица? В 93-м вдруг таинственно исчезла теледива Татьяна Веденеева. Вы знаете, в 90-е на самом деле был ужасный бардак. На самом деле, что хотели боссы, я не знаю. Сегодня я приглашаю вас в путешествие. Как только она появилась на голубом экране, то почти сразу пошли сплетни, что молоденькая телеведущая любовница генсека. И это Леонид Ильич продвигает ее по карьерной лестнице. Нет, нет, нет. С Леонида Ильичом она никогда не работала. Может, какие-то концерты вела? Вполне возможно. В Кремле, потому что были часто там, когда приезжала какая-то делегация чья-то зарубежная, допустим, из Америки или английские там. Но влиятельные поклонники и ухажеры у Веденеевой, конечно, были. Она привыкла к дорогим цветам и подаркам. И вниманию самых важных и обеспеченных мужчин страны. Веденеева часто выезжала в заграничные командировки. Ей доверили представлять Советский Союз за границей. То, что она очень эффектно выглядела. И Таня очень держала эту марку здорово. Она укладывала спать детей Советского Союза. И баюшки с ними садились смотреть их папы. Ну что ж, Филя, возможно, ты прав. Наверное, это так и есть. Но Татьяна Веденеева на самом деле хотела быть актрисой. Закончила ГИТИС, устроилась в театр имени Маяковского. Но ее попросили оттуда из-за отсутствия московской прописки. Татьяна была провинциалкой. Прописка – это значит, тебе должны выделить какую-то жилоплощадь. У них ее не было. Поэтому я осталась, в общем, без работы. А телевидение – большая организация. Она могла это сделать. И, собственно, я пошла, можно сказать, из-за этого. Ну не из-за этого, а от безысходности. Но когда случилась роль «Вздравствуйте, я ваша тетя», о театре Веденеева жалеть перестала. Успех был грандиозным. Такого в театре не бывает. Много-много лет назад моя тетушка и сэр Фрэнсис были безумно влюблены друг в друга. Она привлекала всегда зрителей, прежде всего своей внешностью очаровательной, обаянием и естественностью. Но в начале 90-х Веденеева поняла, что очень несчастлива в семейной жизни и нужно что-то делать. Ее муж был художником, сидел без работы и много пил. А Веденеева была звездой и как будто жила в параллельном мире. Таня, конечно, Таня очень узнаваема, очень востребована была всегда. Ее пригласили вести программу «Доброе утро», и она брала в ней интервью у разных важных персон. И однажды на съемки приехал крупный бизнесмен, торгующий нефтью. Звали его Юрий Бегалов. И вскоре он стал вторым мужем Татьяны. Казалось, вот оно абсолютное счастье. Но брак с богатым человеком лишил Веденееву любимой работы. Я когда была, ну, наверное, на вершине, что ли, своей карьеры, меня просто уволили за то, что я попросила три дня за свой счет. Телеведущая поехала в отпуск в Англию, чтобы устроить своего сына на учебу в британскую школу. Но возникли проблемы. Ей нужно было задержаться. Что она сделала? Она отправила на дорогом факсе с подзвездочного отеля бумагу, в которой официально попросила, что мне нужно три дня по таким-то, по таким-то причинам. Ну, объяснила причину, что вот сыну в школу оформляю. И этот факс стал последней каплей. Веденеева давно вызывала зависть у своих коллег. Такая красивая жизнь, такое богатство. А тут сама себе продлевает отпуск, да еще присылает уведомления об этом на бланке отеля, в котором одна ночь стоит три зарплаты ее руководителя. Телеведущую поставили перед фактом. Пишите заявление об увольнении по собственному желанию. Я никак не могу объяснить это. Никак не могу. Потому что она могла бы еще очень долгие годы и сейчас работать прекрасно. Меня искали. Но я просила не давать уже мой телефон. В 90-е в Москве было некрасиво, грязно и страшно. И Веденеева переехала во Францию. Я была у нее в гостях там, когда она жила в Ницце. Да, Антип, этот остров ее огромный, этот особняк трехэтажный. Через 15 лет ее брак распался. В нулевые она вернулась в Москву и с удивлением обнаружила, что ее помнят, любят и по-прежнему считают звездой. Она всегда отлично выглядит. У нее есть успешный бизнес. Жалеет ли она, что ее так грубо и некрасиво убрали с голубого экрана в 90-е? В 90-е сожалений не было. Когда в кадре стали появляться люди необаятельные, плохо говорящие, не умеющие держать аудиторию, не умеющие работать с камерой. Это было ужасно. Я помню, смотрела и думала, боже мой, как хорошо, что я в этом не участвую. Дана Борисова. Сегодня программу она не ведет. Выступает лишь со страшными рассказами о своей несчастной жизни. Препараты были у меня, наверное, с 30 лет, с незначительной ремиссией 2 года. Когда я была беременна и кормила Полинку, вообще не было ни одной таблетки, ни одного, не знаю, другого психоактивного средства. Алкоголь был с 34 лет и амфетамин был с 38 лет, с ремиссией 1 год. Поездку в реабилитационный центр в Таиланде для Даны организовала мама и телеведущий Андрей Малахов. Сама Дана думала, что едет на съемки в теплую страну и вскоре вернется домой. Это наша вилла, на которой я прохожу реабилитацию. Очень долго не могла простить не только маме, но как бы и Андрею, и всем, кто участвовал в этом проекте. В итоге в оздоровительном центре телеведущая провела почти что год. И специалистам удалось снять с наркоты звезду 90-х. Дана родилась в маленьком городке в Белоруссии, а выросла в Норильске. Была тощей и невзрачной девочкой. Но все изменилось, когда она попала на местные курсы юных тележурналистов. И в 93-м она поехала штурмовать Москву. Поступила на журфак МГУ, и ее почти сразу пригласили вести программу «Армейский магазин». И она превратилась в один из главных секс-символов России. Проходит человек в замечательном рыжем спасательном жилете. Скажите, а вы его одели, потому что девушка на корабле? Нет, просто я хотела выйти на верхнюю палубу. В армии всегда красивые девушки, иногда и некрасивые, воспринимаются положительнее. Ну уж, а тем более такая красавица. Все в восторге были. Это была наша Мерлин Монро, чей визит в военную часть становился главным событием в жизни солдат. Производство программы оплачивало Министерство обороны. Их генералы были тоже от Борисовой в восторге. Мне очень тяжело было вот это тянуть на себе, этот влоз армейского секс-символа. Вообще это не нравилось. Я пыталась уходить, пыталась искать другую работу. Рейтинг Даны дико подняли горячие фотографии для журнала «Плейбой». Это было неосознанно. Ну, как бы не то, что, ну, не зрело вообще какое-то решение. Скорее, ну, как бы подтолкнули к этому решению. Несмотря на то, что о ней мечтали тысячи мужчин, Дана была одинока. Личная жизнь не клеилась, и она стала пить. Глушевная боль, какие-то другие обстоятельства, неустроенности личной жизни, финансовые какие-то проблемы. Все накладывалось. А потом ей казалось, случилось чудо. Ее сделали ведущей ток-шоу «Принцип домино». Но она не поладила с Еленой Хангой. Елена к тому моменту, когда я стала вести программу, сменила уже двух ведущих. И, можно сказать, не просто сменила, а выжила их. До вырывания волос убитья не доходило, но не разговаривали друг с другом по 2-3 месяца. Вот. И рано или поздно уже вот этот конфликт донесли до руководства НТВ, и программу закрыли. У Даны нет денег. Она все время попадает в эпицентр некрасивых скандалов. Ко всем ее грехам интернет недавно присовокупил оказание эскорт-услуг. Да, она сначала отнекивалась, а потом признала. Да, встречалась с богатыми мужчинами за большие деньги. Сейчас я на данный момент вообще одна, и, честно говоря, вообще не до отношений. Телеведущая обвиняла родительницу в алчности и желании завладеть ее квартирой и машиной. Она в разводе и скандальных отношениях с отцом своей дочери и еле вырвала у него ребенка. Про ведущую сейчас бессмысленно говорить, что она ведет. Ничего. Советское телевидение всегда щедро спонсировалось государством. Ящик существовал для пропаганды советских идей, и бюджетных денег на это было не жалко. Над Красной площадью прозвучала клятва молодых строителей коммунизма. Но в начале 90-х телевидение оказалось в том же положении, что и другие предприятия России. Государственная казна опустела, и все пришло в упадок. Дело доходило до того, что не было денег, чтобы заправить машины для ДИПа, для поездок на освещение событий. У нас же орбиты в то время почти перестали работать. То есть это означало, что большая часть территории страны Первый канал может не увидеть. Спутники сдохли. Оборудование в техническом центре Востанкино сдохло. И так далее, и так далее. И государство разрешило телевидению зарабатывать на рекламе. В Россию пришли крупные заграничные корпорации. Развивался частный бизнес. Первая коммерческая реклама на телевидении. Она была устная. И ее всю делали мы, дикторы. Начинали ее мы. Ролики были очень редкие. Очень, я бы сказала, убогенькие. Без слез вспоминать их невозможно. Это было смешно и примитивно. Но очень эффективно. Неискушенные граждане в ящик верили света. Читайте ТВ-парк, и ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. За минуту рекламного времени на телевидении в то время платилось большие деньги. До миллиона долларов. Долларов. Думайтесь в эту цифру. За минуту. Куплю жене сапоги. Огромную прибыль телеканалы получали от рекламы разных финансовых пирамид, на которую клюнули миллионы глупых и наивных граждан. Я не халявщик. Я партнер. Из миллионных доходов этих строителей пирамид, как минимум треть приходилась на взятки тем, кто владел эфиром. И огромные деньги руководство телеканалов зашибало на показе клипов новых звезд шоу-бизнеса. Я не буду тебя больше ждать. Схема была проста. Писался незатейливый шляг. Продюсеры типа Барри Алибасова и Юрия Эйзеншписа проплачивали эфиры на телевидении и радиостанции. И через пару месяцев новоявленную звезду уже можно было отправлять во всероссийский ЧОС. И зарабатывать огромные деньги. Один эфир стоил 500 долларов. Это тоже абсолютно реальные цены, я называю. До 5000. Берешь котлету. Ну, на самом деле, пакет. Я сам эти пакеты носил. Я прекрасно помню. Это действительно, я абсолютно сейчас точно, честно говорю. Целлофановый пакет в правую руку, целлофановый пакет в левую руку. Как за картошкой. С деньгами на телевидение. В январе 93-го года был убит директор студии музыкальных и развлекательных программ телерадиокомпании «Останкино» Валерий Куржиемский. Тело влиятельного теленачальника нашли в подъезде его дома соседи. У Куржиемского была разбита голова, и орудием убийства был простой кирпич. Изначально дело было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с целью ограбления». По версии следствия, нападавшие или нападавшие просто не рассчитали силу. Меня самого трижды ограбили нас с женой. И ни одного раза никто ничего не поймал. Один раз вынесли все из квартиры, второй раз вынесли все с дачи, третий раз ограбили на рынке, когда мы покупали там какие-то душевые кабины и все прочее. Трижды мы обращались в милицию, трижды с меня снимали всякие следки. Все проще, все найдем. Ну, то же самое здесь. Но коллеги Куржиемского и те, кто знал его близко, сразу сказали – это заказное убийство. Это расцвет, наверное, преступного мира, рэкета и дележки рынка. Эстраду захватили вульгарные девушки в коротких юбках и шортах, в откровенных нарядах и ужасным макияжем. Новые секс-символы эпохи, которые стали певицами благодаря деньгам своих богатых покровителей. Эта вот, знаете, безвкусная такая чушь, которая звучала, это был тогда, назывался «Формат нового времени». Пели какие-то отвратительные песни, которые просто бесили людей, выбешивали их, но их пели, им навязывали народу. И Валерий Куржиемский, пользуясь служебным положением, брал деньги за показ клипов без голосок певичек. Вот только в эфирах не оставил. По моему мнению, все-таки он был убит за то, что он кого-то кинул. И помимо торговли эфирным временем, Куржиемский еще толкал налево уникальные архивные видео и аудиозаписи, в том числе за границу. В начале 90-х за богатыми архивами центрального телевидения следили плохо и украсть можно было все, что угодно. Классические произведения, они пользуются громадным и пользуются громадным спросом. Предприимчивые люди это тоже делали и тоже платили за это порой жизнь. А в марте 95-го убили Владислава Листьева, тоже в подъезде дома. Первое ощущение страшное, ну как близкий родной человек умер. Я плакала, это символ, просто не могу даже. Пережить очень тяжело. На следующий день после убийства к дому Листьева подъехала Примадонна и объяснила журналистам, что лишило телеведущего жизни. Понятно, что это все связано только с его назначением на этот пост. Понятно, что связано с финансами. Полностью все программы были отключены и на всех программах висел убит Влад Листьев. Я вам честно скажу, что я плакал. 5 марта в концертную студию Останкино, где стоял гроб со знаменитым телеведущим, выстроилась очередь длиной в 3 километра. Свершилась страшная несправедливость. Нас отняли лучшего из нас. Самого чистого, самого талантливого, самого светлого и доброго человека. Проститься с Листьевым приехал Ельцин и множество других влиятельных людей России. Это был журналист уникального таланта. Его программы взорвали российский ящик. Мы растем, мы учимся и будем учитывать все замечания, критику, которая была высказана на наш адрес. И люди требовали найти убийц и объяснить, за что застрелили их любимого героя. Заблуждение! Заблуждение водит еще людей! Листьева убили вскоре после того, как он стал руководителем главного канала страны и объявил мораторий на продажу рекламы. Он хотел разобраться с мутными потоками диких денег и навести порядок, за что поплатился жизнью. Это был единственный выход из положения, попытаться навести порядок в общих отношениях вещателя и рекламы. И уйти от черных, серых схем. В 90-е телевизор был главным развлечением для жителей всей страны. И принципиально изменилось то, что по ящику смотрят дети. На старт! Внимание! Марш! Надеваем сапоги, быстренько, 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 быстренько! Хватаем бананы, вперед, вперед на трассу! Вперед, чтобы понял, был известен как один из немногих, немногочисленных детских ведущих, которых знала вся страна. Из жизни популярный телеведущий ушел, когда ему было всего 38 лет. И его друзья уверены, он не мог остаться в живых, потому что слишком любил чрезвычайные ситуации, экстрим и бешеную скорость. Наверное, некоторая такая беспечность, невнимательность, она его, что называется, вот как бы, так сказать, не спасла. Сергей Супонев попал на телевидение в 92-м году. Его пригласил в свою команду «Листьев». И за короткое время он выпустил множество ярких проектов для детей и подростков. «Царь горы», «Звездный час», «Зов джунглей». Никто не покупал никакую лицензию. Мы выходили в эфир с программами, которые сами придумали. Супонева очень любили дети. И съемки ему давались легко и просто, даже если длились несколько часов. «Сето манкар, Бакуде Банар». В самое сердце ранили меня эти слова. У него главное качество было обаяние и абсолютная открытость. Вот, в отсутствие всякого пафоса. Все остальные начинали шевелиться из-за того, что это просто интересно и азартно было. Он создал собственную телекомпанию «Класс» и возглавил дирекцию детских и развлекательных программ родного канала. Но в роли большого начальника чувствовал себя неуютно. Ему больше нравились съемки, творчество и общение с живыми людьми. И главное, ему хотелось двигаться дальше. И что-нибудь делать для взрослых. Произошел некий слом, не очень лицеприятный, когда вдруг неожиданно он понял, что он перерос в детской телевидении. Супонев расстался с первой супругой. И развод был трудным для обоих. А также для сына Кирилла, который не хотел, чтобы папа уходил из дома. Кирилл Супонев – мой помощник. В нескольких программах он помогал мне. Но потом его поглотила работа на другом канале. И сейчас он в качестве гостя у нас. В 98-м телеведущий женился вновь. У него родился ребенок. Но он не жил, а как будто участвовал в какой-то гонке. Мотоциклы, яхта, экстремальный туризм, охота, рыбалка. Ему все время не сидел из дома. Желтая пресса потом писала, что он слишком много пил. Нужно понимать только одно – человек, который так много делает, имеет не очень много вариантов лекарств, которыми он может пользоваться в жизни, чтобы снять стресс. В декабре 2001 года он мчался на снегоходе по льду Волги и врезался в скрытые снегом мостки речной пристани. Скорость была дикой, выжить было невозможно. А через 12 лет покончил с собой его сын Кирилл. Его похоронили рядом с папой. Здравствуйте, дорогие друзья! Татьяну Судец называют самым жизнерадостным диктором нашего телевидения. Кажется, что у нее всегда отличное настроение. Мне Игорь Леонидович Кириллов научил этому. Он сказал так. У тебя профессия такая. Люди приходят с работы, уставшие, у кого-то горе, еще что-то такое. И вдруг они видят тебя. Хмурую, унылую. Им еще хуже становится. А вот ты сделай так, вот все там оставь. У тебя все хорошо. Всегда. Но улыбчивой и веселой Татьяна была только на работе. Всю жизнь ее преследуют страшные несчастья. Она себе не позволяла это показывать на людях. Она это держала в себе. Дом приходила, рыдала. А выходила в эфир, и она улыбалась. Это похоже на проклятие. В семье телеведущей один за одним погибли несколько мужчин. Первым ушел из жизни ее любимый брат. Добрый, чуткий, миролюбивый мужчина. Они жили в коммуналке. И телефон был общий. И, насколько я помню, дядя разговаривал по телефону с бабушкой. Или там в больнице, ну что-то вот такое. И пьяный какой-то подошел сосед и ножом выпрыгнул. В это время отец телеведущей лежал в больнице. И узнав о смерти сына, он пережил глубокое потрясение. И через 20 дней скончался тоже. Судец в это время была в Японии и не смогла прилететь с ним проститься. Мама здесь была одна с моими двумя детьми. Муж, в общем-то, мало помогал, если это так мягко можно сказать. И когда судец вернулась из долгой командировки домой, то узнала, что ее супруг Владимир нашел в ее отсутствии другую женщину и хочет развода. И ей пришлось заплатить ему огромные отступные, чтобы не делить их крошечную двушку. Мама единственная, кто обеспечила семью, потому что папа алименты не платил и полностью содержал нас с мамой. Но ничто не могло стереть с лица судец ее фирменную улыбку. Ей восхищалась вся страна. В эфире столица Азербайджана Баку. У тебя эфир, ты должна выйти. Это как у артистов на сцене. Зрителя не интересует, что у тебя дома. И самое страшное в ее жизни случилось в 92-м году. Но никаких предчувствий у телеведущей не было. Она собралась в очередную поездку, простилась с сыном Андреем и уехала со спокойной душой. Я не знаю, как вообще она все это пережила, потому что другого слова, как кошмар и ужас здесь просто не подобрать. В 90-е резко выросло количество грабежей на улицах. С граждан снимали меховые шапки. У женщин серьги отрывали вместе с мочками ушей. Могли зарезать ради кошелька с ничтожной суммой. Вот и сын Татьяны стал жертвой двух отморозков, которым понравилась его фирменная куртка, которую недавно купила ему звездная мама. В это время судец ехала в поезде и не могла понять, почему вдруг по щекам покатились слезы. Мне было плохо, когда я ехала, да. Я плакала всю дорогу, я не знала, от чего, но я плакала. Она заявила в милицию о пропаже сына. И его очень долго искали. Вернее, делали вид, что ищут. Милиция тогда работала просто ужасно, ссылаясь на бедственное положение и сокращение штата. Дело Андрея случайно нашли прохожие. Убийцами оказались жители одной из деревень в Сирпуховском районе. Ударили по голове, сняли эту одежду с него и закопали его, и присыпали сверху щеберку. Судец тогда был третий раз замужем и очень любила супруга Михаила, который был полковником КГБ. Но в 90-е он тяжело переживал развал своей структуры и, как многие другие мужчины, стал заливать свои проблемы водкой. И в 95-м его не стало тоже. Он очень был интересный человек, знающий, умный, красивый. Но вот так сложилась его судьба и моя вместе с ним, что из-за болезни из этой своей он ушел раньше срока. В коридорах Останкина кипела теперь другая жизнь, в которой места для судец не нашлось. Но она, как говорит, сняла корону с головы и стала челночницей. Стала возить ширпотреб на продажу. Я в Сирию ездила. Это ужасно все. Ты посвятил всю свою жизнь, всю вообще, без остатка. И тебя просто, ну извините, вы нам больше не нужны. Я думаю, это тоже ужасный стресс. Но по сравнению с потерей близких и любимых мужчин, отлучение от эфира кажется судец ерундой, о которой и говорить не стоит. Все вышло, как вышло. Чего проклинать 90-е? Как говорит Света Моргунова, говорила, донашиваем то, что было. Жизнь свою донашиваем. Теперь тоже получается.